Творческий коллектив студентов Елавурского института Казанского федерального университета представляет вашему вниманию музыкально-театрализованное представление «Нас познакомил Ленинград». Желаем вам приятного просмотра. Вы кто такой? А ты кто такая? Что делаешь тут? Живу. Вы меня прогнать хотите? Не надо. Я уже месяц здесь живу. Привыкла все-таки. Тут вещи были, мебель, фотографии. Где? Все. Я сожгла. Все? Все. А много ли тепла получила от фотографий? Кусочек картона. А вы кто? Я жил здесь. Это наша квартира. А, я вас узнала. Это вы мальчик с фотографией? Ну и как? Хорошо я горел. Зачем вы так шутите? Могу заплакать. Хочешь? Вы меня простите. А ты что тут? Одна совсем? Совсем. И не страшно? Конечно, страшно. Что же я дура? Когда стреляют, не так все-таки жизнь какая-то. А когда тишина, страшно. А ты где жила до этого? В шестом подъезде. Что-то я тебя не помню. А я до войны маленькая была. Сейчас там и стены не осталось. В квартире был кто-нибудь? Нет. У меня мама на фронте. Военврач. Мне ведь за сему три посылки приносили от мамы. А теперь больше не будет посылок. Меня уже не найти. Захотят найдут. Он же ты какая удачливая. А вы не добрый. А что это ты ко мне на вы? Тебе сколько лет? Через две недели, может быть, шестнадцать исполнится. Почему может быть? Все может быть. Идет со своим пессимизмом. Мне в следующем году восемнадцать исполнится. Должно. Уверен, что будет. А ты где жил все это время? У сестры. Как война началась, к ней переехал. Дом-то маленький. Всего два этажа. Очень уж надо было бомбить его. Мне уходить? Да куда ты пойдешь? Так и тебе некуда. Мне тоже. Тебя как зовут? Меня Лидия Лика. А тебя? Марат Евстигнеев. Ласкательное было Марик. Если бы хоть матрасик был еще один. Так ладно, тахта широкая. Ну, ты что, ну нельзя. Почему? Ну, все-таки. Эх, девчонка ты. Сам ты девчонка. Не боюсь я тебя. Хорошо, хоть две подушки остались. Только ты подальше. Вот и кончилось, совершенно. Говорит Ленинград. Говорит город Ленина. Внимание, товарищи. Через несколько минут слушайте важное событие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, не густо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok А сегодня тебе нужно побольше поспать. Лика. Что? Спасибо за все. Отдыхай, Леня, отдыхай. Ого, откуда у нас это все? И я принес, хотел тебе ужин как в ресторане устроить. Как в ресторане? А я там никогда и не была. Ну, кормят там, похоже, знатно. Наверное, я тоже там никогда не был. Подожди, а откуда ты все это взял? Ну, где взял, там уже нету. Ты же это не украл. Ты за кого меня принимаешь? Понятно. Опять в карты выиграл? Нет. Нет? Нет. Марик. Да я тебе честно говорю, не играл я в карты. А во что тогда? В домино. Марат. Что? Это нехорошо. Почему? Нельзя играть на еду. Вдруг ты оставил голодный чудной семью. Да нет там ни у кого семьи. Я это есть не буду. Ну и не надо. Мне что больше достанется. Я тебя вообще не понимаю. Стараешься для нее, стараешься. Думаешь, приятное сделать, порадовать. А сегодня, между прочим, месяц, как мы познакомились, ты-то и не помнишь, наверное. А вот я помню. Вот и захотел тебе подарок сделать. Марат, мне не нужны от тебя никакие подарки. Главное, чтобы ты был рядом, был жив и здоров. И чтобы мы поскорее войну пережили. Все равно, даже на войне люди заслуживают праздника. А я не против праздника, только по-другому. Как? Давай потанцуем. Так музыки же нет. А мы сами? Сердце, тебе не хочется покоя. Знаешь? Ну, немного. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как... Кто там? Не знаю. Лика, привет. Ну, как дежурство? Сегодня вроде полегче. Хотя, тут и без дежурства. Это кто? Он жив? Жив, жив. Ранен только сильно. И что вы его тут оставите? На денек-другой. Потом в госпиталь его отнесем. Верно? Верно. Марат? Надежда. Что празднуете? Сегодня месяц, как мы с Мариком познакомились. Надо же. Ой, как это мило. А продукты-то откуда? Снова фартовый день. Надя! Что? Ты зачем пришла-то? А, совсем с мысли меня сбили. Наконец-то узнали, куда тетю Веру эвакуировали. Мама письмо получила. Из Елабуги. Откуда? Да это город такой небольшой. Недалеко от Казани. Их там все и кафедры разместили. В местном каком-то институте. И что, как? Наливай чай, сейчас все расскажу. Привет, родной. Пишу тебе из глубокого тыла. Первоначально нас собирались направить в Казань. Но по новому распоряжению начальства Все оборудование людей было решено перевезти в Елабугу. Городишко небольшой Уместился бы в промежутке между дворцовым мостом и фонтанкой. Сказать проще – большая деревня. Однако обладает он особой статью. Вдоль улиц ровной грядой стоят старинные купеческие дома. Храмы построены еще при Александре Первом. Говорят, в былые времена местные купцы поживали весьма небедно. Торговали хлебом, рыбой, да и вообще всем, чем можно было торговать. А вокруг один простор, необъятный русский простор. В какую сторону ни глянь, то заливны луга и озера, То бесконечный сосновый лес. Смотришь и понять не можешь, Почему же все здесь кажется таким знакомым. Потом, конечно, я вспомнила, Что до войны раз или два захаживала в русский музей. Там я видела, это на картинах Шишкина, Оказалось, тут его родина. Отсюда он увез к нам всю эту красоту. Местный учительский институт, где мы разместились. Здание непомерно огромное для местного пейзажа. Думаю, такая глыба хорошо посмотрелась у нас, на Адмиралтейской. Смотрю и удивляюсь, как строгие и в то же время изящные контуры здешних особняков, Барельефы, наличники, украшенные кокошниками. Все это ну никак не увязывается с образом русской провинции. Скорее, маленький, домашний, кукольный Петербург. Потому, находясь здесь, постоянно вспоминаю о тебе. Хочу поскорее вернуться, Вдохнуть всей грудью балтийского морозного воздуха, Полюбоваться огоньками, Мерцающими в зеркале безмятежной нивы. Никогда бы не думала, Что так тяжко буду переживать разлуку с тобой. Пусть даже не вечно, А по меркам твоей жизни и вовсе мимолетно. Знаю, тебе тоже тяжело, Но ты держись, умоляю, не сдавайся. И я обещаю, Что мы приложим все усилия, Чтобы приблизить нашу победу. Мы уже сделали немало. Группа Смирнова взяла на себя разработку Аэродинамических теорий для артиллерийских снарядов. Лаборатория ФОКО совершенствует военную радиосвязь. Зайдоль с Девитковым разрабатывают приборы Для работы на больших глубинах моря. Мы обязательно станем сильнее. Вместе мы найдем способ, как вернуться к тебе. Мы освободим тебя. Ты, главное, будь стойким, Каким и раньше был, Каким и всегда был. До скорой встречи, До скорой победы, Родной, любимый Ленинград. Город над больной небой, Город над больной небой, Город нашей славы, друг, давай. Слушай, Ленинград, я тебе спою За душевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою За душевную песню свою. Здесь проходила друзья, Юность комсомольская моя. Слушай, Ленинград, я тебе спою За душевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою За душевную песню своё. Слушай, Ленинград, я тебе спою Слушай, Ленинград, я тебе спою Старые друзья, власть я узнаю Беспокойную юность свою Песня летит до него Засыпает город дорогой В парках и садах липы шелестят Доброй ночи родной Ленинград В парках и садах липы шелестят Доброй ночи родной Ленинград Здравствуй, Лидия Леня, привет! Не ожидала тебя так скоро увидеть Отпустили на часок за хорошую службу Значит, ты хорошо служишь? Стараюсь. Вот гостинцев принес Не бог весь какие деликатесы, конечно Ну что ты, Леня, не стоило Еще как стоило Ты мне жизнь спасла Я теперь твой вечный должник Тогда ты обязан будешь разделить со мной эту трапезу Ты солдат, тебе силы нужны От кусочка не откажусь Наливай чай Сегодня только кипяток Тоже неплохо Ну, рассказывай, как дела на твоей службе? Зимой совсем тяжко было Сейчас все ждут, что станет немного полегче Тем, кто помоложе смены сократили на два часа Сегодня вот наградили выходным Получается, ты тоже хорошо служишь? Ну, вроде справляюсь Старшие медсестры говорят, что мне после войны Стоит пойти учиться на врача Я, наверное, так и поступлю Они правы Это твое призвание Лика, смотри, что я тебе принес Здравствуй, Марат Ну, привет, Леонид Что, опять заболел? Да нет, вот отпустили в увольнение на часок Решил к вам заглянуть А, так сказать, время с пользой потратить Ну, а как же? Я же сам не местный Из-под Сверловска В Ленинграде вы единственные, о кого я знаю Ну, так сходил бы в зоопарк? Говорят, после вчера открылся как раз Марат! Что? Перестань не извить Леонид ведь наш друг Лучше покажи, что ты там принес Да, уже ничего Мой подарок явно померкнет перед этим Ни в коем случае Это ведь подарок Вот Сахар Так давно не пила чай с сахаром Подожди Ты опять-то у кого-то выиграл? Лика, я же тебе уже обещал Что больше никогда не буду играть Я помогал разбирать, ну, дрова Деревянный дом на водке Там меня и угостили Хорошо Жаль, что сегодня чая нет Оставим сахар на потом Ну, я тогда, наверное, пойду Куда же ты пойдешь? Ты же только пришел И ни к чему не притронулся даже Лика, зачем человека задерживать? Пусть идет У него подетел не в проворот Марат, ты перестанешь свои шутки шутить уже? Ничего, Лика, он прав Не стоило мне так заявляться в гости без предупреждения Еще как стоило Марат, что на тебя нашло? Люни пережил тяжелое ранение Защищая нас с тобой, между прочим И в этом доме для него двери всегда будут открыты То есть ты себя теперь хозяйкой этой квартиры назначила? Что? А ничего Как не придешь домой, тут постоянно новые люди появляются Вот я и думаю Когда война закончится Разрешат ли мне в своей квартире жить остаться? А то, гляди, семью заведете Потом детишки пойдут Марат, ты зачем такое говоришь? Я открою Марин, слушай, я сегодня не смогу все отдать Вот, возьми, что есть А остальное в конце недели отдам Ладно, иди Здрасте, извините, если помешал Да иди уже Лика, постой Ну и что это было? А то ты не понял Ты думаешь, Лика этого заслуживает? Чего этого? Она днями и ночами трудится в госпитале Раненых спасает Меня вот на ноги поставила А ты ведешь себя, как ребенок А мне восемнадцати нет Мне можно На войне, знаешь ли, год за два идет А то и за три Мне вот в прошлом году тоже восемнадцати не было А сейчас я с сорокалетними мужиками Бок о бок воюю Война всех уравнивает Вот только ты почему-то еще не понял Что вокруг тебя творится А может быть я не хочу понимать? Война не может длиться вечно Должна же она когда-нибудь закончиться Война обязательно закончится Если каждый приложит усилия Я за сениткой Лика в больничной койке Каждый несет свою вахту Помоги ты нам И тогда победа придет быстрее Я потерял всех Мамы не было Папа в начале войны погиб Сестра полгода назад Одна Лика теперь у меня и есть И она тебя любит, поверь Тебе-то откуда знать Есть карандаш? Да, а зачем тебе? Просто дай Держи, передашь Ликин Ну-ка встань-ка на солнышко Погляшу мы тебя напоследок Эх, хороший ты парень, Леонидик Добрый, умный и взрослый И с тобой в покое не будет Ну ладно, бывай Постой, а ты куда? В баню А где Марат? Он ушел Куда? Сказал, что в бане Кажется, опять собрал Кажется, опять собрал Кто-то добрый Что terrain Есть в 18-ти лета Как продающие Люди хорошие Держат спорт С тем, кто тяже Пойзть Не знакомого Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ульмим тавыш былып, Кой дыб кирим туған иліме, Бағышлансын қолған ғымырым де, Им керекле былған жиріме. Привет, Арой, как служба? Вашими молитвами, Зинаида Андреевна, давненько же вас видно не было. Ладога, хоть и не море, аж тормай на ней случается. Почтовые рейсы всю неделю переносили. Сами знаете, сперва зерно и боеприпасы, Но лучше поздно, чем никогда. Вот, пожалуйста, получите. Что же мы без вас делали, Зинаида Андреевна? Голубка вы наша! Так, много не болтаем, мне еще до темна вернуться надо. А из Ташкента почта не приходит совсем? Обычно приходит, но в последнее время задержки происходят. Мы на севере, они на юге. Между нами вся страна, письма где угодно могут застрять. Потерпите немного, солдатики. В следующий раз обязательно будет. А если нет, сама до Ташкента побегу. Уже третий месяц ни одной весточки. Живы ли они там? Я тебе слово даю, брат. У нас они не пропадут. Так, собираю на отправку. Подходи по одному. Зинька, это письмо, может быть, по верному адресу дойдет, а не как в прошлый раз. А ты писать нормально научился, а то у тебя букву Л от буквы П не отвечить. А в каком городе ты видал, что была улица Пенина? Письмо сюда давай свое. Ну все, Орлый, в следующий раз постараюсь поскорее вернуться. Не прощаюсь. Что, Леня, Свердловск тоже не пишет? А у меня Петька вся семья лает. Папа машинист поезда, мама агроном. Дома нет никого. Вот выберемся из окружения, обязательно разыщу их. А пока не знаю, куда я писать. Выберемся, Леня. Обязательно выберемся. Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта. В итоге 12-ти дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте по Ленинградам сильно укрепленную, глубоко ошелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог Стоит сердце твое на снегу, Я молитвой тебе помогу. Ах, неспроста, Так уныло сияет звезда Над далекой, чужой стороной, Над твоей и моей судьбой. Мне бы быть звездой, Той, что над тобой, Видеть, что ты рядом и что живой, Радоваться вместе рожденью дня, Крубкую надежду в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины. Ах, мой малыш Среди улиц, домов и крыш Неврекая на чутый шаг Запутала моя душа Ах, неспроста Так упрямь отвердят в кустах, Все пройдет весенней порой. Ты вернешься, мой сын, мой герой, Мне бы быть звездой, Той, что над тобой, Видеть, что ты рядом и что живой, Радоваться вместе рожденью дня, Крубую надежду в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины. Мне бы быть звездой, Той, что над тобой, Видеть, что ты рядом и что живой, Радоваться вместе рожденью дня, Крубую надежду в душе храня. Если снова в бой вся моя любовь Устремиться первой, теряя кровь, Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, На какой еще живет дорог, Станет сердце твое на снегу, Я молитву и тебе помогу. От советского инфорумбюро Течение 16 сентября В севернее Праги Наши войска совместно с частями Первой польской армии Товарищ капитан, Разрешите войти? А, Евсигнеев, Проходи. Что случилось? Ничего не случилось, товарищ капитан, Но хотел бы к вам обратиться, Так сказать, напрямую, С просьбой. С просьбой, говоришь? С просьбой можно. Товарищ капитан, Возьмите меня с собой на боевое дежурство. Дежурство, говоришь? А чего тебе тут не сидится? Я Европу решил повидать. Хочу быть поближе к линии фронта, Воевать против фашистов. Воевать, Евсигнеев, Нужно не против, А за. За Родину. Ну вы же меня поняли, Товарищ капитан. Я тебя понял. И хвалю тебя за твою храбрость. Но ничего поделать не могу. Отряд уже сформирован, Так что останешься в резерве. Ну тут же совсем тихо. А чего? Тебя взрывов в бомбежек не хватает? Ты же врать из Ленинграда выбрался. Все верно. Выбрался. Теперь хочу за свой город отомстить. Отставить боец. Дай другим повоевать. Товарищ капитан, Мы же знаем, Что приказа еще не было. Значит, отряд не сформирован. Вы же можете кого-нибудь из списка И меня туда быстренько. Не могу я никого оттуда. Поступило распоряжение. Собрать отряд из опытных бальцов. А ты за штурвалом. Совсем недавно. А мне кажется, достаточно давно. Да кремлевские куранты дольше бьют. Подожди, сержант. Молодой. Успеешь еще? Хоть я за штурвалом недавно, Но сбитых немцев у меня больше, Чем у Петрова и Комарова вместе взятых. Почему же они есть в списке, а меня нет? Во-первых, потому что они с командиром не спорят. Товарищ капитан, у Петрова дома семья, Жена, двое детей. Поберегите его. Пусть он тут останется. А за мной не заржавеет. Вы же знаете. Скажи мне, сержант, Неужели ты домой побыстрее не хочешь? Да, мне там и делать нечего, Товарищ капитан. А как же просто жить? Жить? Хорошо там, где ты нужен. Здесь я нужен. Там нет. И кто тебе такое сказал? Сам понял. Жаль, что раньше не понимал. Столько глупостей натворил. А кто глупостей не творит? Ну, по вам, например, не скажешь. Да я тебя сам любым глупостям научить могу. Все люди ошибаются. Всегда. На то нам и дано умение прощать. Думаю, меня простить будет сложновато. Знаешь ты, сержант, Воевать с обидой в сердце нельзя. Никак. Знаешь почему? Почему? Скажи мне, Евстигнеев, Что такое Родина. А я тебе скажу. Родина – это не просто страна, Город, улица или дом. Это что-то родное. Понимаешь? Мама, папа, жена, брат или лучший друг. Солдат без Родины – не солдат. Так что надобно тебе со своей Родиной помириться. Тогда и домой захочется. А что сделать-то нужно? Есть кому написать? Есть подруга в Ленинграде и друг, пожалуй. Адреса их знаешь? Да. С рождения. Вот и напиши кому-нибудь из них. А там посмотрим, что будет. Может, вовсе в бой больше не захочешь. К бою всегда готов, товарищ капитан. Против фашистов. За Родину, товарищ капитан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ ГОЛОДИСМЕНТЫ Я люблю тебя, мама Со мною прошла ты этот путь Ты ведь верила, знала Терпенье и воля всем перед рук Мама, как ты учила Я верил, я бился, я шел до конца Мама, мы победили Я верил, я знал, что так будет всегда Через тернии звезд Через радость и слезы Гордо леет над нами Наши родины знамя Головы вверх, гордо поднять За тебя, родина, мать Мы до конца будем стоять За тебя, родина, мать Мы будем петь, будем гулять За тебя, родина, мать И за страну трижды ура За тебя, родина Лика, привет, что делаешь? Готовлюсь к экзаменам Как и вчера Опять зубришь? Ты посмотри, какое солнышко на улице Пойдем погуляем Надя, давай потом Мне за сегодня это все надо прочитать Вот знала же, что так и будет Десять кварталов до тебя тащилась, между прочим И когда ты вообще телефон починишь, чтоб я зря не бегала? Было бы кому чинить А как же этот твой, суженый-ряженый, Леонидик? Никакой мне не суженый Мы с ним просто хорошие друзья Ну-ну Слушай, Лика, мне тут шепнули, что сегодня будет танцевальный вечер Могу договориться за нас двоих Пойдешь? Спасибо, не хочу Я лучше почитаю Не хочу, почитаю Еще в институт не поступила, а уже никакой личной жизни Ступительный экзамен, самый важный Ой, ну как знаешь А я на танцы пойду Найду себе какого-нибудь офицера И замуж выйду Представляю, как подходит он ко мне такой красивый, с медалями Берет меня в охапку и в ЗАГС Какой ЗАГС? Война кругом Радио вообще не слушаешь, похоже Наши в наступлении идут Союзники второй фронт открыли Все, мы свое отстояли Осталось немца домой проводить Хорошо бы Здравствуйте, Лидия, не помешали? Нет, что вы, приходите, конечно Здрасте А это вам? Все-таки в гости с пустыми руками не принято? Леонид? Да А вы случайно телефон начинить не умеете? Думаю, справлюсь А то у нас Лидия, который месяц без связи сидит Может подсобить ей? Да и вам удобнее будет Все-таки чаще меня тут бываете Надя, что я такого сказала? Все в порядке Предоставьте телефон мне Завтра все будет работать А сейчас я предлагаю отпраздновать Мне вчера медаль выписали За боевые заслуги А моему другу За отвагу Кстати, знакомьтесь Ревкат, Надежда, Лидия Очень приятно Взаимно Ну, за скорую победу А как говорите, вас зовут Ревкат? Так точно А вы случайно танцевать не любите? Честно? Обожаю Тогда, может быть, составите мне компанию сегодня на танцевальном вечере С удовольствием Тогда предлагаю потихоньку выдвигаться Путь не близкий, а по дороге вы мне что-нибудь интересненькое расскажете Я как раз недавно книжку новую прочел Правда? Какого автора? Да зигиза-то знаете? Никогда не слышал А мы с ним вообще-то в соседних деревнях родились Правда? Ну, а мы что, прогуляемся куда-нибудь? Извини, сегодня не могу Готовлюсь к поступлению в мединститут Нас, наверное, отправят дальше, на фронт Как это? Ленинград освобожден, и мы переходим в наступление Дальше в Вильнюс, в Минск Наша победа теперь дело времени Но путь все равно будет долгий И ты никак не можешь остаться здесь? Никак Хочу, но не могу Но если я буду знать, что ты меня ждешь Я вернусь гораздо быстрее Конечно, я буду ждать тебя, Леонид А как же Марат? Ты же до сих пор о нем думаешь? Я не могу о нем не думать Хотя он поступил нечестно, бросив меня здесь Я все равно чувствую долю своей вины Ты не виновата, Лика? Ну вот что это, скажи мне Я не хочу вас больше расстраивать Будьте счастливы И с тех пор ни одной весточки Будто бы не было человека на свете Он сам так решил Значит, видел в этом смысл Надо его понять Я не хочу его понимать И это не хороший смысл Это не честно Здравствуйте Не могу понять Цифр на двери нет Это квартира 26? Да, все верно Так Леонид Калмогоров Здесь есть такой? Это я Значит, это вам Пожалуйста, получите Спасибо Не за что Всего доброго Привет, Леонидик Пишет тебе гвардии сержант 132-го штурмового авиационного полка Марат Евстигнеев Помнишь такого? Сначала хотел написать Лике Но потом понял, что не смогу подобрать слов А если это письмо до тебя дойдет Значит, ты до сих пор рядом с ней Не знаю, ждет ли она меня Или совсем позабыла Единственное, что знаю точно Если ты будешь рядом То она не пропадет Поэтому, как быть с этим письмом Решай сам Ты взрослый человек Разберешься Ответ можешь не писать Я все пойму До свидания, Леонидик Будь счастлив И береги, пожалуйста, Лику От кого письмо? Да так, товарищи Свердловского Давно с ним не виделись Понятно Ну что, Лика Мне пора Надеюсь, еще увидимся Береги себя И ты береги себя, Леня И возвращайся поскорее ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анатомия, гистология, биология, психология Надо же и одни пятерки Видно, сильно мне повезло земой с 42-го В нужные руки я тогда попал Прошу, не надо благодарности А почему по латинскому языку четверка? Проблемы с падежами? Ой, прошу, не надо мне об этом напоминать Для меня это настоящая пытка ПЕРАНГУСТА АТАГУСТА Чего? Высокие цели требуют большого труда. Ну вот, теперь мне стыдно. Ничего страшного. Я уверен, ты все наверстаешь. А теперь позволь мне немного похозяйничать в доме. Конечно. Я осмелился пригласить сюда гостей, чтобы вместе отпраздновать победу. А какие гостей? Не волнуйся, ты почти что всех их знаешь. О, а вот и они. Здравствуйте, Лидия. Давненько не виделись. Здравствуйте. Не знала, что вы тоже придете. Надо было и Надю позвать. А не надо меня звать, я уже здесь. Здравствуйте, Хасан. Лидия, очень приятно. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, очень приятно, Лидия. Хасан из Ташкента, а Бетя местный, живет на Ликовском. В одной роте воевали. Прошли вместе от Ленинграда до Будапешта. Как здорово. Пожалуйста, проходите. Кривкать, займите нам, пожалуйста, два местечка рядышком. Сию минуту. Лика, помяни мое слово, полугода не пройдет, и мы поженимся. Ты же замуж за офицера хотела. Офицеры сейчас все женаты. Пойди найди хороший вариант. А вот молодой сержант, самый том. Ты бы тоже прекратила ворону считать, а то упутишь своего, Леонидика. Да ну тебя. Ну что, ребята, прошу всех за стол. Времени ждет. А мы куда-то торопимся. У меня поезд в Сырловск через полтора часа, так что не скоро еще увидимся потом. Поезд? Ты не говорил, что уезжаешь. Получается, сейчас говорю, я нашел маму с папой, они живы, и ждут меня обратно домой. Вы, Леонидик, видимо, решили исчезнуть так же неожиданно, как и появились. Этот город приютил меня. Здесь живут хорошие люди, но мой дом — это Урал. А я жду не дождусь, когда вернусь в свой родной Ташкент. У меня там большой огород соскучился по своему домашнему винограду. А я вот смотрю на вас и думаю, раз мы так куда-то торопимся, почему не садимся за стол, а с твоими болтаем? Погоди, Ревкат, еще не все в сборе. А кто еще? Здравствуйте всем. И вам не хворать. Ну что, с легким паром, проходи, чувствуй себя как дома. Это мои однополчане. А это мой друг Марат. Они вместе с Ликой когда-то приютили меня в этом доме. За это я буду им вечно благодарен. Ну а теперь, когда вся сборя, я хотел бы произнести тост. С самого начала войны волею судеб я оказался в этом городе, где каждый день приходилось жить как последний. А когда не знаешь, наступит ли завтра, осознаешь истинную цену любви и цену настоящей дружбы. Хочу сказать спасибо этому городу за то, что выстоял сам и спас многих, таких как я. И спасибо, Ленинград, за то, что познакомил нас друг с другом. Ленинград, за то, что познакомил нас друг с другом. Ленинград, за то, что познакомил нас друг с другом. Ленинград, за то, что познакомил нас друг с другом. Ленинград, за то, что познакомил нас друг с другом. Любимый город, другу улыбнется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город, другу улыбнется знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Перед вами выступал творческий коллектив студентов Елабужского института Казанского федерального университета. Важная восемь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ